Всем здорово, мужики! Ну что, я вас всех поздравляю с днём 117-го. Сегодня ночью разрабы вернули рулетку на мифический скин. И вкину вам так чисто для справочки. Добавили нам его в игру аж в августе 2023 года. Представляете, уже прошёл практически год. Я, если честно, очень этому был удивлён. Потому что мне казалось, что эта рулетка была пару месяцев назад. Ну ладно, это не суть. В сегодняшнем ролике я, как обычно, покажу вам геймплейчик. Покажу шикарную сборку на 117-й. И, конечно же, помогу определиться, стоит ли его крутить или нет. Кстати, у тебя есть возможность сэкономить и выиграть эту рулетку в моём телеграм-канале. Там сейчас проходит конкурс. Залетай. Ну а если ты не веришь в свою удачу, то с валютой тебе могут помочь мои друзья из PlayRock. PlayRock это маркетплейс игровых товаров и услуг, на котором ты можешь найти не только Call of Duty Mobile, но и более 400 других игр. Заходишь в описание и переходишь по ссылке на PlayRock. Далее регистрируешься на сайте, выбираешь нужный тебе товар, оплачиваешь любым удобным для тебя способом и буквально через 10 минут заказ уже будет выполнен. Помимо покупки валюты, вы также можете выставлять свои товары и зарабатывать. Рейтинг 5.0 и более 3 миллионов отзывов. Эти ребята знают это не понаслышке, потому что закупаются именно там, за что им отдельный респект. Также у PlayRock есть свой личный телеграм-канал. Подписывайся на него, чтобы не потерять, потому что там проходят еженедельные розыгрыши с жирными призами. Все ссылки ты найдёшь в описании. Ну что, начнём с самой рулетки. Она абсолютно никак не изменилась. И если вы её уже крутили, ничего нового там не найдёте. А вот если вы его не прокачивали, то на вашем месте я бы, конечно, задумался. В этом ролике я буду играть с мушкой 3-го левела. И лично по моим ощущениям, она намного лучше мушки 1-го и 5-го уровня. Но решать, как обычно, конечно же вам. Я в своих роликах чисто своё мнение транслирую. Перейдём к самой катке, в которой вся возня начинается с платформы. Сразу хочу предупредить, что записывал я игру поздно ночью. И, к сожалению, не мог её комментировать. Но переживать не стоит, потому что я буду сопровождать вас на протяжении всего ролика. Поверьте, скучно точно не будет. Поверьте, скучно точно не будет. Последний парниша подумал, что я его потерял, и он уже оторвался от преследования. Но зачем летать за противником по одной и той же канатке несколько минут, если можно легко запутать его с помощью перемотки. После того, как я закрываю сквад на платке, начинается какая-то аномальная зона. В килл-чате очень много человек, которые друг с другом файтятся. А я знаете, что делаю всё это время? Да просто летаю. Ты встремлюсь и можешь только до земли лететь пока! Я реально летал и не понимал, что происходит. Да, мне удалось по маршруту найти двух отбившихся от стаи бродяг. Но, пацаны, осталось 35 человек, а у меня всего лишь 6 киллов. Ну, о каком видео про 117 вообще может идти речь? Но, как говорил мой дед, если долго теребить яйца... АРДРОПИНКОМИЕ Продолжение следует... Хорошо, один мини-муравейник мне удалось раскрошить. На краю зоны я нашел еще трех блуждающих типов, но у меня по-прежнему 12 киллов, а людей в катке осталось не так уж и много. Но знаете, я бы наверное не был Романом Тинитуном, если бы не умел из немного выжимать много. А я привык делать то, что не должен делать. Продолжение следует... 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 Вперед Вперед Вы обойдете Вперед 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 Итак, что мы имеем? На другой стороне стоит фулка, которая пристально за мной бдит. По прямой на дропе челик, который представляет большую опасность при дальнейшей ротации. И сзади вероятнее всего тоже есть люди, потому что я совсем недавно нокл там типа. Переплывать речку естественно смысла никакого нету, потому что зона у нас. Поэтому сначала убиваем типа у дропа, а уже только потом спокойно идем закрывать спину. И снова передо мной встал выбор. Запушить башню с ловушками или убить спину. Естественно, в первую очередь нужно убивать более активного игрока. Очень сомневаюсь, что челы в башне ожидали, что я сейчас просто развернусь и побегу убивать их друга. Нестандартные решения в паблике – рабочая тема. Противникам нужно заходить в зону. Один из них очень сильно ранен. Почему один из них? Ну, потому что я до этого там уже видел ловушки. А тут уже в опене смокбомберы расчехлили. Естественно, лучший способ их оттуда выкурить – это гранаты. Тем более, что отходить им уже некуда. Финальный файт. Зона прокнула на меня. И им нужно в нее бежать. Естественно, я мог остаться на месте. Но тогда я бы открыл для них опцию – просто влететь мне втроем на лицо и выиграть бой. А таких поблажек им делать, конечно же, никто не будет. Поэтому в этом моменте я сокращаю дистанцию и заставляю их играть по моим правилам. Топ-1 Не представляю, сколько бы я смог тут настрелять, если бы моя чуйка на людей проснулась на минут 5-10 пораньше. Но, как мне кажется, это видео и так получилось интересно. Мифический 117-й показал себя во всей красе. И, как говорится, Мое мнение про этот скин, я думаю, вам давно известно. Мифический калаш является на данный момент самым имбовым скином. И не потому, что ему дали цели крутой, а потому, что сам по себе 117-й лютая мета. И когда разработчики решат его понерфить – неизвестно. Крутить его или нет – выбирать только тебе. Но в любом случае, вот эта сборка подойдет на абсолютно любой скин, даже дефолтный. Ну а если тебе нужен коллиматор, то меняем один обвес и продолжаем нагибать. Я надеюсь, что это видео тебе понравилось. Обязательно подписывайся на мой канал, если ты впервые его посетил. Пиши в комментариях, как тебе такой формат видео. И про лайки тоже не забывай. Тебе не сложно, а мне приятно. Мы с тобой обязательно скоро услышимся. Пока. Пока, мой дорогой друг.